По сравнению с катарактой или глаукомой, онкология глаза, проблема не столь распространённая. Тем не менее, в отделении офтальмологии Челябинского областного онкодиспансера на консультативный приём каждый день приходят более 2000 пациентов, а врачи ежегодно проводят более 700 операций. И каждый случай исключительный, ведь за каждый постоит пациент, который хочет видеть и жить. У меня началась опухоль, вроде бы как прыщик на носу, но он шёл к глазу, конкретно к глазу. Я пошла, у меня кожник направил в онкологию. После операции Валентина Александровна чувствует себя хорошо. Меня уже прооперировали, чувствую я себя нормально. Если бы можно было, я бы, наверное, и сейчас ушла домой, но определённые методики не позволяют этого, и поэтому я лечусь. Как в общей онкологии, здесь всё держится на трёх китах – хирургии, лучевой терапии и химиотерапии. В нашем учреждении имеется мощная радиологическая база, которая позволяет нам проводить лучевое лечение на высоком уровне, которая позволяет сохранить орган зрения. Это, например, брахитерапия, то есть использование радиоактивных аппликаторов. Это такие пластиночки, металлические пластинки с радиозатопом, которые подшиваются к глазу и позволяют облучать опухоль локально с минимальным воздействием на окружающие ткани, что позволяет сохранить орган зрения при наличии внутриглазной злокачественной опухоли. В отделении разработаны и алгоритмы лазерных технологий. В большинстве случаев при своевременном обращении пациентов они позволяют не только избавиться от опухоли, но и сохранить пациенту самое главное – зрение. Это воздействие на опухоль через зрачок. Как, например, транспопулярная, то есть через зрачок термотерапия. Нагревание опухоли позволяет также сохранить орган зрения и даже сохранить пациенту зрение в ряде случаев. Ну, это, опять же, при раннем выявлении, о чём я скажу дальше. С 2008 года мы внедрили такой интересный и достаточно молодой метод лечения, как фотодинамическая терапия. Именно челябинские врачи впервые применили методику лечения пациентов с внутриглазной меланомой на киберноже. Но начинается всё с процесса диагностики. Ультразвуковое исследование с световым топливовским кортированием, магнитно-резонансная, компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография, особенно для нас наиболее информативно в режиме всего тела, в All Body. Далее у нас проводится цитологическая диагностика с использованием трековых мембран, трепан-биопсия опухоли орбиты под контролем ультразвука с последующим гистологическим исследованием, иммуногистохимическим исследованием и ряд многих других технологий используется. Важно помнить, что все известные опухоли, присущие человеку, могут быть и глазными. Это связано с тем, что в глазу, в орбите, присутствуют практически все ткани, имеющиеся в человеческом организме. Мышечная ткань, кожа, нервы, сосуды. Поэтому опухоли различного происхождения и поражают глаза и окологлазное пространство. Эпибульбарные опухоли и кожевек. Далее внутриглазные опухоли и опухоли орбиты. Мы занимаемся диагностикой и лечением всех этих заболеваний, как злокачественных, так и доброкачественных. Впех лечения зависит от раннего выявления этих опухолей. И очень обидно, что больные некоторые обращаются достаточно поздно в надежде на то, что, как они утверждают, опухоль, возможно, сама рассосётся. Ожидают её самопроизвольного регресса, либо лечатся какими-то народными методами, в общем, занимаются самолечением. И обращаются достаточно поздно. И нам уже там остаётся очень сложно сохранить орган зрения в таких случаях. И хочу отметить, что каждому здоровому человеку необходимо посещать офтальмолога хотя бы раз в год. Для того, чтобы пройти стандартное офтальмологическое исследование, не требующего ничего сверхъестественного, включающего осмотр глазного дна широким зрачком. Это обязательно, поскольку некоторые внутриглазные опухоли периферической локализации на периферии глазного дна развиваются бессимптомно. И пациент уже ощущает на поздней стадии какие-то симптомы. И далее там мы уже бессильны. Бываем порой оказать помощь на должном уровне. Но при раннем выявлении, я хочу отметить ещё раз, мы можем сохранить не только глаз как орган, но и зрение пациенту, ну и, соответственно, и жизнь. Так же, поскольку внутриглазная меланома опасна тем, что она даёт метастазы. Откуда вообще берутся онкозаболевания глаз? Теорий достаточно много. Уже доказано, что в развитии опухоли кожи век виновата в том числе солнечная инсоляция. Поэтому летом прячьте глаза под солнцезащитными очками и раз в год посещайте врача-офтальмолога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова